Слава Украине! Приветствуем от Полонского. Охреневшая Россия решила самовольно изменить границы, морские границы пока что, с Финляндией и Литвой. Почему? А потому что им не понравилось, как они проведены. Не так, не такие карты, не так, и вообще это все не то. И нужно их провести по-новому. Соответственно, так, чтобы было выгодно той самой России, шизанутой. Ну, тут к России вопросов нет. У них, понятно, да, с головой там все, как говорится, диагноз ясен. Вопрос скорее в другом. Ребята, это уже территория НАТО. Литва, Финляндия, это территория НАТО. И вот жителям, особенно Литвы, Латвии, Эстонии, ну, как и Финляндии, я предлагаю очень крепко задуматься. Сейчас должно быть... Помните, как дедушка Байден кричал? Мы будем сражаться за каждый квадратный сантиметр территории НАТО. Вот этот случай. Я думал, что это, как говорится, дело далекого майбутнего, да, там когда-нибудь Россия что-нибудь захочет. Нет, Путин уже сейчас, уже сейчас обнаглел, охренел и попер. Так вот, я же хочу узнать, где же сверх принципиальная реакция НАТО на путинские поползновения по поводу морской границы НАТО? Литва, Эстония, или их сейчас быстренько, и Литву, и Эстонию быстренько исключат из НАТО, скажут, ну, только на НАТО не нападали. Так будет или как будет? Вот, понимаете, когда ты имеешь дело с гопником, а Путин и Россия это гопники. Самые обычные гопники из подворотни. Они понимают только кулаком по рыбу. Ну, другого гопник не понимает. И вот тут хочется спросить, вот эта вот мягкотелая, трусливая политика, которую сейчас проводит НАТО, я еще ни одного писка не слышал по поводу вот этих всех вариантов с тем, что Россия хочет изменить границы. Как по мне, тут должно было бы сразу 500 натовских кораблей стоять в том месте, где они хотят изменить границу. Попробуйте. Нет, ничего. Я даже ничего не слышу. Поэтому я даже затрудняюсь сказать, а какова реакция НАТО на то, что Путин решил изменить границу НАТО? А ее нет. От слова вообще нет. Дедушка Байден занят выборами. Я же не знаю, что он может радикулитом, может выборами. Тут я не скажу. Вот. А что говорит НАТО, я вообще не знаю. Потому что, ну, знаете, как тут. Помните, как кто там искал, вышел чувак такой. А где, а кто? Нет реакции НАТО, да? Никакой нет реакции. И в связи с этим у меня второе. Ну, кстати, из этой же оперы вот эта трусливая политика по отношению к тому, чтобы Украина не могла гасить трошистские вооруженные силы натовским оружием на территории России. Почему нет? Ведь там готовятся танковые колонны, которые потом заходят в Украину. Там находится лишний состав. Там находятся грузовики, все это, амуниции и так далее, и так далее. В хорошо известных местах. Это можно было бы погасить за пять минут. Но они боятся эскалации. Они боятся эскалации. Не дай бог, Путин что-то не то подумает. Ну что, мы обписываемся от страха. Да, ребята, я хочу вот сейчас еще раз повторить мои слова, которые уже, наверное, года два назад и каждый раз в несколько недель повторяю эстонцам, латышам, литовцам, теперь уже и финам. Ребята, смотрите на реакцию НАТО, как бы вам самим не пришлось воевать. Потому что, еще раз говорю, вот то, что сейчас хочет делать Путин, это пробник, это пробник, да? То есть, а ну, откапываю, я там, не знаю, два гектара подводной территории НАТО, я устутрирую, может, 50 гектаров, может, еще что-то, фигню какую-то, да? Но он же проверяет реакцию, да? Ага, посмотрел, что НАТО, обеспокоилось, глубоко обеспокоилось, охренеть, как страшно. А знаете, что будет в следующем? А в следующем будет русский десант в Вильнюсе. Ну, раз вы тут обкакались, значит, вы не тут обкакаетесь. Ну, вот и все. Или в Риге, или еще где-нибудь. Или в Хельсинке. Или в Таллине, или в Нарве, или еще что-нибудь. Ну, вот так это выглядит. Потому что, понимаете, когда этот самый путинский вот этот вот блатарь, он понимает только одно. Еще раз говорю, силу. Когда он не видит силу, когда он видит озабоченность, переходящую в глубокую озабоченность, это только раззадоривает блатаря. Вот. Ну, а другие, я даже, честно говоря, и озабоченности никакой пока же не вижу. Эти заявили, что они хотят отхапать кусок территории НАТО. А эти молчат. Так, а если молчат, так они завтра скажут, Вильнюс это наша территория. И Рига это наша территория. И Хельсинки, и Тампера. Это все, говорят, наши. Вы же промолчали. Вы озаботились. Ну, жуйте свою озабоченность дальше. Вот так.